Я хотела рассказать о Санффорде и о конкурентном проекте. Санффорде, на самом деле, нечего я пытаюсь показать теоретически в конкурентном проекте, потому что сначала это был проект. Сначала это была просто поездка моя к этому удивительному храму, где есть, конечно, храм, а после строительного канала. Дело в том, что история такая тяжелая для России, потому что наши строительства канала охватили огромные территории. Они начались в конце 30-х годов и закончились только в 60-х, на территории Ярославской и Многородской областях, а на территории Нижегородской области, в Сибири. Эти строки продолжаются в осенне. Прямо параллельно нашей встречи. То есть точно так же переселяются люди, затапливаются, и некоторые территории. То есть это абсолютно современная история. Современные храмы. Вот, если вы хотите на культурном отеле, то в Ярославской области, в Лагонской области был уничтожен целый паз исторического культурного света, и остались некоторые храмы. Остались они не случайно. Дело в том, что все, что находилось на пути будущего водного канала, оно сносилось. Почему? Потому что в основном решается доходство. А то, что там основалось, естественно, либо взрывалось, разбиралось, поскольку стройка происходила в спешке, что-то забрать до основания успевали, и затапливали прямо так. То есть подорвали здание, частично оно обрушилось, частично основы храмов стояли очень долго. В Рыбинском море некоторые доживали даже где-то до 90-х годов. А в Лагонской области, поскольку это уже четвертый год, то есть проекция покупала, храмы держались вот в годы тысячные годы. Наш храм Рождества Кустова в Рыбине стоит в бассейне. Я его увидела в 2009 году, ехала туда специально, на нём начинала, прочитала до интересного истории, и вот заболела. Заболела настолько, что решилась упрость и занималась как-то третьим. По образованию я, во-первых, инженер, а во-второму я специалист в Северной Государственной Америке. В 2009 году я начала этим заниматься. Было непонятно, с чего начинать, как человеку взять и всегда обращать восстанавливать, сохранять объект наследия. Для чего это делается, каким образом, какие клиенты существуют. И начинала, естественно, с каких-то запросов, с разговоров с экспертами, с реставраторами, с чиновниками. И в 2010 году мы начали волонтёрские работы, тогда, когда стало понятно, что никому это не нужно, ни с реставраторами, чиновникам, и кому-то не обращают. Потому что проект сложный по многим причинам. По техническим причинам, по причине наказания агрессивной водной среде, по причине того, что вообще культурная наследия не является приоритетом ни для обществ, ни для местных обществ, ни для чиновников. Ну, в общем, не самая популярная тема. Но благодаря тому, что волонтёрская активность состоялась, она подняла этот проект на новую воду. Во-первых, силами волонтёр удалось построить, у которого была дамба вокруг храма в обществе. То есть, если на предыдущем слайде фотографии 2010-х, вы здесь видите, да? Вот по нему злились такие зияющие чёрные дыры. Это обдуманые дыр-жунглами в стенах. Если они, представляете, в ширине куторометра, а волна, поскольку она совсем старого обама, полностью готовная была, она подточила стену до ширины дамбы печа. То есть, всё висело практически вот так. И нам с волонтёром удалось, во-первых, установить клавку поднутых стен, работали очень по гостям, в коленках, и мы стали послужить, как бы ему дамбу, которые на этой фотографии видны. Это 2015-й год, сентября, снимали. Вот. Ну, то есть, удалось сделать нечто грандиозное, силами людей, без техники, без транспорта, по сути. То есть, здесь вот на вставляке видно масштаб лодки, на которой возились тон вот этот вот цемент, который здесь вот правосканально описан. Ну, то есть, представляете, да, масштабы всего этого. И это сделали вот люди, которые выезжали на выходных на протяжении вот этих вот пяти лет. Это всего лишь поездки на выходные дни, потому что все люди работают. Это, как правило, Москва-Питер, Волды, Череполей, Солотёры, так и городские работающие. То есть, на самом деле, не так много нужно было усилить, чтобы сохранить в действительности. Вот. Казалось бы, невозможное, да, но когда что-то начинает делать, оно становится возможным. Более того, естественно, мы пытались как-то о себе заявить, и что-то нам из этого удавалось. Какие-то конкурсы, какие-то общественные награды. Но надо сказать, что делали мы это отчасти от безвыходности. Дело в том, что проект воспринимался очень долгие годы, да, годы никак, никем, и даже мы встретили сопротивление серьезное со стороны местных чиновников, со стороны местного сообщества, потому что здесь есть такой стереотип, что, если это памятник, то, значит, не должно заниматься государство. То есть, общество не считает, что, в общем-то, сохранение наследия, оно является в том числе и нашей предприятий. Да. Как я понимаю, памятник находится в зоне стопления, да? Да. Вот если все объекты находятся в зоне стопления, это для чиновников и государственной организации уже не существует. То есть, Вы поднимаете вопрос о предмете, которые не имеют права закону, ничего вложить. То есть, по сути, если они будут покупать деньги, они должны менять какую-то, ну, самую... Вы абсолютно правы, дело в том, что юридическая ситуация, ну, в коллизии даже не знаю. То есть, этого нет как бы, они к этому не существуют. Ну, то есть, была земля, а был баскат, когда-то в заездный город. Там колоссальная история, связанная с крыльхиевым ценом. Его затапливают. Земля становится водой. Вода — это ранее собственность. Более того, оболговал стратегический уровень объект, и так далее, и так далее. Фарматор проходит целых 30 лет по справке. То есть, его не существует. Но мы не просили денег от чиновников. Вот в чем дело. То есть, мы делаем это за счет других средств. Вот, собственно, об этом следующий слайд. То есть, не имея собственных средств для каких-то серьезных работ, то есть, что финансировали волонтеры? Они трансливали себе дорожные расходы, ну, и скидывали все материалы. Потому что, когда и данное проживание питается, то есть, по сути, у артёра плачили все. Мы сами все это плачили. Но потом, когда у нас появились уже какие-то амбициозные задачи по севернее возрастание, проектированию и дальнейшим работам уже профессиональным, мы начали заниматься уже взбором средств через крово-фондовую платформу «Болгустартер» и «Планник» Вот. И за счет этих средств уже проведены комплексы начиненных изысканий. И здесь очень важный момент, потому что нужно говорить о том, что, поскольку наш храм является памятником, отсутствие этого статуса позволило нам сэкономить огромное количество средств. Если сравнивать с «Калейзинской колокольней», а это тоже натопленный объект, который является памятником оригинального значения, наверняка видели эту фотографию «Колокольня среди воды», это при скопности, которые тоже, кстати, сохранили, не просто так, это инновационный знак, «Маяк». И наш храм, это тоже «Маяк» зона отопления, почему они не сохранили, когда их не разрушили. Так вот, на проектные работы и противоваренные работы в текущем сезоне федеральным бюджетом было выделено 18 млн. рублей на противоваренные работы и проектирование этих работ. Мы затратили на проектирование 1,5 млн. рублей, которые платили собственными средствами фонда, которые собрали все лет через фронт. – А тут как называется проект? – Как вы? – То, что сказали, «Колекция колокольна». – «Колекция колокольна»? – А? – Как называется «Колекция колокольна»? – Да, «Колекция колокольна», да. Ну, это памятник, который я назначила, это не общественная инициатива, да. Здесь уже дальше будут просто картинки, я могу просто рассказать вам. Я, на самом деле, думала, что рассказать, собственно, об итогах этого года. Дело в том, что от этого маленького, ну, от этого огромного, маленького проекта по храму мы пришли к тому, что к пониманию целого комплекса проблем и узких мест в сфере сохранения наследия какими-то общественными инициативами. Дело в том, что самая серьезная проблема – это то, что общество не воспринимает эту проблему как свою и, соответственно, не готово как-то включаться, активно поддерживать. Вот стереотип, который все время стопадает, да, что если бы объект, ну, допустим, гражданского наследия, ну, это всегда отсылка, да, к министерству культуры, департаменту культуры, а если это храм, то тут двойная отсылка к министерству культуры и еще МПЦ. Но в данном случае здесь нужно отметить это дополнительно. Епархия местная категорически против нашего проекта. Они нас совершенно не поддерживают, поэтому они стараются активно противодействовать. Высказы статьи изданий о том, что люди ведут какие-то светские проекты, разговоры о религиозном наследии. на самом деле мы пытаемся как раз вот этот стереотип сломать, потому что очень много памятников, особенно храмов сельской местности, заброшенных, у них нет перспектив возрождения приходской жизни, потому что нет села в радиусе 50 и так далее километров. То есть мы понимаем, что перспектив возрождения и использования храмов возрождения нет. Но мы системы это наследие, которое под своим бездействием мы принимаем решение о том, что наши дети это наследие не убить. И никто не понимает, насколько это важно. Потому что через 50-е это мы можем решить. Жизнь может возродиться в этом селе. возродиться или появиться заново. Потому что мы понимаем, что эти процессы опустевания сначала страны они уже сейчас подошли к логическому концу. Понятно, что дальше будет процесс возврата из столицы обратно туда. Потому что столица переходит, крупные города переходят. Поэтому сохранение того наследия, которое сейчас бесплатно и казалось людям очень важно. и это можно делать силами общественных объединений каких-то фондов, организаторов. Потому что именно бесходное наследие, которое не имеет статуса, соответственно, не имеет обременения, использование лицензионных компаний, использование которых дорожает сумму за услуги консервации путевальных дорог. то есть есть вот эта дорога, которая позволяет именно в этой части обществу и отдельным фондам, отдельным общественным организациям. все, я затянула, просто такие картинки представили, но то, как мы начинали эти работы, то мы насыпали, насыпали, и насыпали. Аплодисменты. так,